Хей-хей-хей, и это снова что? Человек-бензопила, пятая серия. Записываю подряд эту третью уже серию. Ну, наслаждаемся его и моментом. А, все-таки нам решили это тоже показать. Мне кажется, она симулирует. Что за хрень? Накладки, друг мой. Чудесное изобретение, которое увеличивает твою грудь. Ну же, у тебя еще два раза. Один, последний остался. А с семьей на кладке? Все, конец! Закончили! Ну как паре? Признай, приятное было действо. Ах, и повезло, что тебе грудь помять. И мы с тобой теперь в расчете. Мяуку мы с тобой спасли. Вроде и хочется столько всего сказать. Ну, от маки мы никак не удерешь. В общем, буду вам с работой помогать. Так что давай дружить! Мяуку, потопали спать! Нифига она там прыгнула на плечо. Как магнитом прилетела. И это все? Ну, вот так вот. Ожидал большего, а получилось не так много, как ожидал. Ну, тоже, как бы, процесс вроде показали. Опять-таки, она же демон. Она и все эти ей человеческие приколы не так интересны, как... Этот... Как люди. Зачем она носит там какие-то накладки? Чтоб его впечатлить, что ли? Тоже не очень понятно. Ну, ладно, выполнила свою часть сделки. Пусть не так, как, наверное, мы с вами себе это представляли. Мы думали, это будет подольше. Типа раз, по пять минут, два, по пять минут. А тут... Секунда-секунда-секунда-секунда с ними меньше всего. Но он вон тоже в шоке сидит до сих пор. Я вообще не ожидал, что в этом аниме такое что-то будет показывать, но... Не скажу, что это прям что-то вау, но все равно неожиданно. Вот объяснительное о причинах разрушения зданий. А тут свидетельство об утилизации останков демона. Погоди-ка. Да, вот документы отмзит. Вот тут и вот тут надо поставить печать. Чё-то он как это... Как робот. Побриться, кстати, надо. Прости, что завалила бумажками. Ты вроде победил демона неясыть, а отношения словно нашкодил. Ну да. Дэнди, тебе что-нибудь стремится? Как будто и не побеждал. Знаете, я наконец-то добился того, к чему долго и упорно стремился. И не знаю, к чему дальше стремиться. Но стоило мне осуществить эту мечту, как я понял, что нет у ней ничего особенного. И вот я думаю, неужели это разочарование будет преследовать меня всегда? Может, мое счастье в погоне за мечтой, и они в моменте, когда она сбывается. И если это так, то жизнь у меня вообще дерьмовая. Может быть, объяснишь, о чём идёт речь? Я впервые в жизни помацал сиськи. Но удовольствие от этого почти не получилось. Он так открыто об этом говорит, как будто это норма, как будто они друзья. А я объясню. Всё решает отношения. Чем лучше ты понимаешь своего партнёра, тем вам обоим приятнее. По крайней мере, я так считаю. И всё это от того, что очень непросто познать чужие чувства. Поэтому сперва присмотрись к моей руке. Оцени, насколько длинны мои пальцы. Холодные ли у меня касания? Или же тёплые? Какой формы у меня уши? Тебя когда-нибудь кусали за палец? Ч-ч-ч-чего? Запоминай, чтобы потом, даже с закрытыми глазами, лишь по силе моего укуса, ты мог понять, что перед тобой я. Запоминай. Ну так неудобно говорить, мне кажется, когда вы что-то во рту. Ова-ва-ва-ва. Всё правильно. Пробогнило. Я всё запомнил. Инфаркт. Ну, кстати, вполне себе красивая сцена. Она как бы красиво, мило всё это преподносит, рассказывает таким томным, спокойным голосом. Какие-то вот эти действия, движения. Всё очень красиво сделано и прописано. Какие-нибудь те же самые 50 оттенков серого. нервно курят в сторонке, мне кажется. Аниме очень многогранное, да, и романтика, комедия, драма, и боевичок. Дэнди, сделаешь мне одолжение. Не против? Да. Я хочу, чтобы ты убил демона огнестрела. А это ещё кто? 13 лет назад он воплотился в Америке. И с тех пор мы не знаем, где пропадает. Я могу лишь сказать, что он невероятно силён, и что его хотят убить все охотники. Ну, как я и сказал, она знающий и умеющий манипулятор. То есть, она такая, типа, к нему подлизывается, кнопка, ну, ты должен служить мне. Ну, ты должен убить вот монстр огнестрела, демон огнестрел. Ну, ты то, ну, ты это. То есть, она как бы вроде давит ему на чувства, а с другой стороны, очень-очень умеющий манипулирует. Мы вообще осуждаем любую манипуляцию. То есть, нет, скажем, нет манипуляции. Все должно быть честно и шлим. Мне кажется, тебе по силам его убить. Потому что ты не такой, как остальные охотники. Ты самый особенный. И если тебе и правда удастся убить демона огнестрела, я обещаю исполнить твое желание. Любое, каким бы оно ни было. Если я вдруг смогу убить демона огнестрела, то вы исполните мое желание. Любое, каким бы оно ни было. Она так и сказала. Именно. Подождите, я верно понимаю. Если Дензи убьет демона огнестрела, то вы исполните одно его любое желание. Я не ошибся. А любое это как? Даже с... Я готова на все, Дензи. О, обалдеть! А так вообще можно, что ли? Этот демон видимо можно. Он и опасен, что можно и не такое. Было время, когда люди торговали оружием, предназначенным для охоты. Тогда резко выросла преступность и вспыхнуло много войн. Журналисты тут же взялись бесконечно об этом вещать. Прошло немного времени, огнестрела стали бояться больше, чем раньше. И в Америке произошел крупный теракт с огнестрельным оружием. Ну да, да, вот все боятся он становится сильнее. А вот здесь вот я и живу. Вдруг громко объявила городская мышь. И перед деревенским мышонком предстал целый особняк. На пороге их встречалась семья. Пошли в мяч, поиграем. Та я сегодня не здоровится, так что поиграй как-нибудь один. Ну и что с тобой? Опа! Это мы знаем молодого. Точно больной дома лежит. Ты же у нас старший. Будь умницей и займи себя сам. Мама, а я хочу с братиком поиграть. Побежал, побежал. Ну так вот, да, второй ребенок появляется и на первую уже не так обращают много внимания и времени и все внимание уходит младшему. Старшему, конечно, обидно будет. и я уверен, что поиграть сейчас с младшим это не то, что он хотел. Скорее всего, он хотел именно с отцом побыть там. Потому что отец уже не так активно уделяет внимание. я и без тебя поиграть могу. это все с возрастом приходит. Но младших тоже нужно любить. Хотя зачастую они более избалованы. дурак холодный такой сейчас руки отморозишь заморозиться отвалится если ты простынешь ругаться будут на меня и это тоже всегда так давай в мяч играть так руки не замерзнут сбегаешь за перчаткой домой сейчас спину контрольный примерно за пять минут он убил миллион двести тысяч человек из тех самых пор демон огнестрела больше не показывался это у него патрон вот так вот вылетел привело к тому что люди стали сильнее бояться демонов и как результат все чудовища стали сильнее чем прежде для того чтобы хоть как-то ослабить виновника были ужесточены законы овладении оружием а заодно ввели жесткую цензуру на любые вооруженные преступления ну грамотный подход что-то я мало чего понял но он похоже какой-то нереально сильный демон денди как думаешь победишь его ну что тут скажешь красавчик не прикольный и постараюсь нереально круто победа будет в кармане ну тогда для начала тебе придется разыскать это чудовище ладно а как мне это сделать по запаху здесь у меня частички плоти демона огнестрела он так быстро двигался что часть его тела обгорела и отвалилась и если демон съест хоть один кусочек это не патрон так пролетел это он видимо такой огромный и промчался очень быстро убил всех на своем пути типа как пуля нифига себе невзирая на свою сущность он станет во много раз сильнее гляди сразу срослись все оттого что демон огнестрела исключительно силен говорят когда кусок плоти разрастается достаточно он начинает тянуться назад к своему телу понимаешь если нам удастся вырастить этот экземпляр он сам приведет к демону огнестрела нормально магнитик так он и правда сожрал кусочек огнестрельного уродца тот это хилая рыбеха оказалась на удивление сильной сама ли она его съела или же кто-то скормил сама съела разница задача у нас все равно одна мы должны убить всех демонов то есть все сведется к тому мы найдем его чтобы в конце последней серии будет битва с этим обе стрелами дай бог в этом сезоне на истребление демоны его заметили в здании отеля что там с постояльцами неизвестно несколько гражданских охотников уже убиты при исполнении скорее всего наш клиент съел кусочек плоти демона огнестрела я отправляю на эту операцию шестерых из четвертого спецотдела он затаился где-то в этом отеле и сразу учтите что это непростой демона огнестрела а ты уверен что это не он сам там засел то есть вот такой тот съел какой-то кусочек видимо тоже небольшой и у них есть такой с собой небольшой кусочек и этот небольшой кусочек тянется к другому небольшому кусочку то есть а почему тогда тот большой кусочек находящийся у нее не тянется до сих пор главным или с помощью этого ну блин этим большим он же большой можно ходить и прям нормально искать другие куски если даже маленький такой способен учуять другой маленький кусок ну то есть не очень понятно с точки зрения физики не знаю чем больше куски плоти тем сильнее притягиваются вот тут едва шелохнулся ясно не он значит тогда опять-таки зачем нужно собирать если у них и так уже большой кусок который можно много найти точнее много можно этих монстров найти найти эти куски они просто ходить с одной питкой не понял с чего это моноты с какой-то радостью мне под тебя прогибаться если польза нет никакой они чего-либо старший жвачку подавлю сейчас молодцы свезло разрешите вопрос они как дети сейчас собираемся в бой против демона вы уверены что эта пара не ударит нам в спину девчонка одержимая а пацан хулиган какой-то вот я им довериться не могу они нас прикрывать и не будут они пойдут вперед мы будем против демонов мы будем выпускать их если же они побегут или переметнуться мы их и уничтожим мы тебе что скотина какая человеческих прав у вас нет капец он вне себя от злости походу из-за утреннего думаешь слишком жестко мы подшутили какая нахрен шутка придурки я вас урою жуть что они сделали покажите ну друг мой нельзя же вечно на ребят срываться вот именно нас чуть не ясок не порешил а ты сходу еще работу дал награду гони они знают как мотивиру мотивиру главного героя мне поцелуев не надо и не парься я и так буду стараться да ну я уже знаю кому подарю свой первый поцелуй и ради нее буду собирать куски плоти злостного демонюги короче пока не порешу огнестрела никаких поцелуев и ты не побоялся при аке это ляпнуть ну и опять же я познал одну важную штуку пошлости всякие очень приятны когда делаешь их с тем кого понимаешь а я даже имени твоего не знаю так что нафиг мне твой поцелуй если победишь демона их как животных пускают на убой типа ну вот внутри одержимое а ты полудемон ну значит идите вперед если вдруг что-то пойдет не так мы вас убьем тоже как бы надо относиться они же более-менее адекватные один из них вообще человек вторая ну так да соусом 50 на 50 надо относиться как к команде как тиммейтам все-таки воспитывать дружескую атмосферу а тут будут они к ним плохо относиться и те действительных придадут то есть почему потому что у них будет скапливаться обида ненависть какая-то и другие чувства ну в общем нельзя так делать но я уверен что это сейчас да иди вот этот идет и весь в предвкушении своей победы радуется парнями что же делать как же быть кровь попить хочу да остановись ты тут опасно в одиночку ты просто тоже хочешь собственно ручно натаскивала химена я позволю какому-то обормоту засосать в губы лучше уж сам добьюсь поцелуи в щеку отвали мужики еще ко мне не жались вырыз что ты вякнул я тоже с вами хочу я бьюсь за такое что тебе даже и не снится ты ошалел как думаете будет с этих новичков в пользу давайте еще сильнее парень не самый сильный но зато очень старательный ну а к Бене у нас трусишка но двигается ого-го сам таки как думаешь выживет эта четверка рубитесь насмерть я порядком видел сильных ребят но не меньше и слабых проходил год и они либо дохли либо увольнялись а на вопрос ты мне так и не ответил ты как и не вздумай умирать да мутный видите даже нормально на вопрос не может ответить какого ты мне ну там вот это ну то ну сё на 5 человеческий спросили я так понимаю они из всей этой компашки 6 человек двое да самые взрослые видимо ну с опытом так сказать хотя он тоже такой проходит год они либо умирают либо уходят а ты сам-то 3 3 года что у тебя за эти 3 года ну компашки сколько 3 сменилось предположим да вот твоя новая третья группа новичков и всё и а ты строишься как будто уже жизни повидал 500 лет надо давать возможность видишь она же хвалит их она хотя бы как-то хвалит их один говорит старатель другая двигается хорошо а ещё двое вообще супер-пупер команда ты такой сразу всё они умрут они уйдут у тебя какой-то страх одиночества проблема психологическая что ли надо верить в людей в свою команду будешь верить в команду команда будет верить в тебя и вы будете вместе побеждать сейчас нормальный махач будет с демоном каким-то классным кладбище кладбище цветочки и мы на знаком ся твой новый напарник грубоватый но я вырастил его толковым малым не обижай его да вот этот вот болтун еще даже ни разу не показал свою силу только и ворчин на силу таки рад знакомству показал бы уже как катан умеешь пользоваться чтоб мы сказали да молодец или нет плохо все с тебя прок будет ну да ты мой уже шестой по счету напарник офигеть все остальные погибли так она получает значительно старше он не были вот и подохли лет на шесть если не больше ну или меньше плюс милаки не вздумай умирать что-то тут не то тут нигде и намека на демона нет так она самая тут действительно опытная получается это пуля патрон патрон магнит таки столь он тут глаз у нее красивый нарисован прям пипец форма воды вроде есть аниме да или что-то только там мне кажется такие же глаза сейчас выйдет такой старенький а нет вообще вышел кто это а ты где двигаешься тебя хвалили говорили ты двигаешься хорошо стоишь я тут одну серию хотя бы запишу спокойно подряд это все моя сила смысле у меня договор с демоном призраком и в обмен на то что он сожрал мой глаз я могу пользоваться его рукой призрак невидимый а еще он сильный и крайне полезный ну а что там аки нашел кусок тела огнестрела заметной реакции нет но он съел кусок а он не съел это его просто это я хотел сказать думаю если он съел то он вообще какой-то слабый ни о чем она уже там в тот момент в тот момент когда познакомилась с саки всего так зовут я не ошибаюсь была безглазая то есть у нее там повязка какая-то тогда была то есть она уже в тот момент продала видимо заключила контракт с демоном призраком и соответственно использовала просто там не был такой модной повязки как сейчас а я думал она типа в сражении повредил потому что и повязка была и рука у нее там повреждена была то есть но видимо силу не появилось все-таки при контракте но прикольно неплохая силу то есть прям схватила не дала ничего сделать это не наш клиент ясно пошли тогда на верхний этаж а ты не пожалеешь что так ирияна растрепала передо мной про свою силу вы же охотнички тот чтобы сдерживать меня так сражаться вместе проще когда знаешь друг друга да и козырь я свой припрятала считай все пучком а не брешешь ли ты что что тогда делать будешь если я решу зарубить спрячь-ка свое оружие а если будешь вести себя плохо разом при душу прикольно мне головная боль не нужна лучше ну действительно видишься спокойно даже не вздумай ей меня еще целовать тут демон между прочим все еще прячется а выборы поцелуешь не понял они ходят по кругу типа все здание это и есть демон скажите мы же сейчас шли по лестнице с 8 на 9 этаж я или весь демон это весь этаж очень такой да тебе небось показалось если бы тут что-то не то пойду проверю стейк вот бы мне попробовать его разок что за поправь меня но ты разве не вниз спустился это аж призрак или это аж демон сейчас будет интересно там просто надо меч так вставлять в стену рубить все стены и в одной из этих стен будет сидеть наверное демон который появится ну кстати в центре у нее глаз-циклоп вот спасибо за просмотр комментируйте ставьте лайки и подписывайтесь на канал увидимся в следующих сериях